Шалом, доброе утро. Это исход, глава пятая. После того, Моисей и Арум пришли к фараону и сказали, так говорит господь Бор Израиля, отпусти мой народ, чтобы он устроил. Мне праздник в пустыне, фараон ответил, кто такой господь, чтобы мне исключаться его и отпустить Израиль. Я не знаю господа и не отпущу Израиль, они сказали. Бор Ивреев явился нам, отпусти нас на три дня в пустыню, принести жертвы господу нашему богу, чтобы он не наказал нас мором или мечом. Царь Египта ответил, Моисей и Арум, зачем вы отвлекаете народ от работы? Ступайте в трудиция. И еще добавил фараон, народ стал ныне менагочисленным, а вы хотите, чтобы он перестал работать. В итоге тем фараон приказал над изматрщиком над народом и старостом. Не давайте больше этому народу солому для изготовления кирпичей. Пусть идут и собирают сами. Но требуйте от них такое же количество кирпичей, как и прежде. Норму не убавляйте. Они ленивы и потом кричат. Пойдем, принесем жертву нашему богу. Прибавьте им работы. Пусти трудяция и не обращают внимание на лживы речи. На десматрщики и старости вышли и сказали народу. Вот что говорит фараон. Я больше не буду давать вам солому. Идите и собирайте ее сами, где найдете, но норма не будет уменьшена. И народ рассеялся по Египту собирать жнивы, чтобы заменить им солому. На десматрщики вынуждали их говоря, «Выполняйте каждый день такую же норму, как и тогда, когда у вас была солома». И старости Израиль, Тиян, Катарьях и стражи фараона поставили над ними, были и спрашивали, «Почему ни вчера, ни сегодня вы не сделали такого же количества кирпичей, как и прежде старости Израиль, Тиян, пришли к фараону и взмолились? Зачем ты так поступаешь со своими и слугами? Солому твоим и слугам не дают, а кирпичи велият делать. Посмотри, как бьют твоих излога. Вина лежит на твоем народе», фараон сказал. «Лентяй, вот вы кто? Лентяй, поэтому вы и говорите, «Пойдем, принесем жертву господу. Вступайте, работать, солому вам давать не будут. На положенное количество кирпичей делайте». Старосты Израиль, Тиян, паниали, что попали вебеду, услышав. Не уменьшайте, ежедневной, норме кирпичей. Видея от фараона, они нашли Моисея и Аарона, которые ждали их и сказали, «Пости господа увидит, что вы наделали, и накажет вас. Вы изделали нас ненавистными фараону и его приближением. Вы положили им в руки меч, чтобы они увели нас». Моисея обратился к господу и сказал, «Владейка, зачем ты навел на этот народ беду, для чего ты послал меня? С тех пор, как я ходил ко фараону говорить от твоего имени, он стал обращаться с народом еще более жестоко, а ты ничего не сделал, чтобы спасти свои народы». Аминь. Спасибо. Продолжение следует... Хорошего дня. Продолжение следует...